В этой стране более 80% людей иммигранты, а паспорт этой страны получить невозможно. Сегодня мы узнаем, правда ли это вместе с нашими героями. С вами новый выпуск на ПМЖ из Дубая. И мы начинаем. Поехали! Очень все быстро делается на самом деле. Буквально прям не то чтобы днями, часами. Но если вы хотите банковский счет иметь, уже извините, сейчас требования уже сточились. Не советую никому брать булочную машину, сразу говорю. Если выходить замуж в Дубае, здесь действует закон шариата. Даже выходя замуж за местного араба, женщина не получает гражданство автоматически. По туристической визе можно находиться здесь 90 дней. Здесь в Эмиратах нет декрета как такового. Практически все должности в правительстве и в госочреждениях здесь принадлежат локалам. Большинство людей, да, они сюда приезжают работать на заработки. Вот это самый как бы дорогой район. Айман, приветствую. Здравствуйте. Очень приятно, что вы нашли время, предполагая какой у вас график. Мне это вдвойне приятно. Сколько лет вы живете в Дубае? Здравствуйте, Павел. Ну, конечно, мне очень приятно. Спасибо вам, что вы выбрали меня своим героем. Я живу в Дубае более трех лет. Я переехала в 2018 году и работаю я юристом. Ты приехал в 2012 году. Да. Что за это время поменялось в стране? Есть ли какие-то очень видимые изменения? Или здесь все так же спокойно, все так же комфортно, безопасно? Ну, как бы в плане безопасности, комфортности ничего не поменялось в худшую сторону. Только все меняется всегда в лучшую сторону. Также как бы самые большие изменения в Дубае это, конечно, стройка. Каждый день здесь что-то строится. Каждый-каждый день. Вот как бы за 9 лет очень много объектов. Больших, причем отстроено. В Дубае я живу уже почти 8 лет. И на данный момент я инста-фотограф, мобильный фотограф, снимаю контент на телефон. Где мы? Расскажи, потому что место по-настоящему такое очень аутентичное. И мне интересно, оно это новострой или это какая-то тут есть история в нем? Этот район называется Альсив. На самом деле он отстроен относительно недавно. Но, как вы уже заметили, здесь здания такие под старину, по вот эти старинные дома. И фишка как раз этого района в этом. Здесь стилизовано все под старинный арабский рынок. Вот здесь продают платья, ковры, платки, украшения, духи. Ну, в общем, это классное, прикольное место для такого времяпрепровождения, для съемок контента. Как ты тут легализовалась? Ну, для начала я здесь работала. У меня была резидентская виза, то есть все было легально. Потом, через какое-то время, пару лет, я вышла замуж. И на данный момент я живу на резидентской визе мужа. Что важно учитывать тем, кому или сделано предложение, или кто собирается выйти замуж за араба, в частности, за эмиратца? Что нужно знать и куда стоит обратить свой фокус внимания? Ну, во-первых, нужно очень хорошо изучить правовую сторону вопроса. Потому что, если выходить замуж в Дубае, здесь действует закон шариата. Поэтому нужно обязательно обратить внимание на это. Возможно взять консультацию у юриста, учесть этот момент. И в том числе нужно узнать, какие внутри семьи вообще обычаи. Будут ли они принимать тебя так, как ты для них в любом случае будешь иностранкой. И тем более, если ты не мусульманка, для них это может оказаться немножко странным, некомфортным. Первое, что надо знать про эмираты, что в чистом виде эмиграции, я знаю ваш канал про эмиграцию, невозможно в эмираты в том плане, что гражданство здесь не дают. То есть первое, что люди должны знать, это только приехать пожить. И что самое интересное, что здесь даже нет возможности каким-либо образом получить, как в других странах, ты пожил какое-то время, соблюдаешь какие-то требования, даже выходя замуж за местного араба, женщина не получает гражданство автоматически. То есть проходит какое-то время, период соблюдения тоже определенных правил, норм, и согласия мужа после рождения детей. То есть это все сделано для того, чтобы на самом деле нелегко получить паспорт, практически невозможно. Если даже девушка или молодой человек выходит замуж за локала, то он ведь получает какую-то ВМЖ. Резидентство это да, здесь очень легко получить резидентство, можно виды как инвестирование в недвижимость, если вы инвестируете на сумму свыше 750 тысяч, дзерхам раньше это было миллион, сейчас внесли изменения в закон. То есть каждый, кто инвестировал в недвижимость, может в принципе получить визу резидента и пользоваться всеми благами, преимуществами. Также есть возможность получить резидент-визу через трудоустройство, либо через открытие бизнеса. А что касается, вот вы сейчас сказали, мужчины, если женится на арабке, то он никак не получит. Более того, она теряет определенные преимущества, если она выходит замуж не за гражданина своей страны. А что касается детей? Как правило, это мужчины арабы, когда женятся на иностранках, их дети однозначно будут гражданами Эмират, пользоваться всеми благами, преимуществами, которые дает эта страна. Что дает государство? Ну, государство, во-первых, дает определенные пособия, там абсолютно освобождается от оплаты коммунальных платежей, если это гражданин Эмират, он имеет право обязательно на трудоустройство в преимущественном порядке, то есть сейчас даже трудовой кодекс изменили, запрещена дискриминация, но к дискриминации не относятся преимущества и блага, которые получают эмиратовец, да, то есть коренной араб, гражданин страны. И также есть преимущества, которые даются гражданам персидского региона, то есть именно Gulf Countries. Большинство людей, да, они сюда приезжают работать на заработки. Какие это специальности, кто приезжает? Ну, на самом деле здесь всего хватает, как бы все требуются, любые профессии требуются, в том числе можно увидеть наших ребят в качестве официантов, и можно увидеть наших ребят в качестве бизнесменов, как бы здесь кто на что, как говорится, учился. Если кто-то что-то хочет свое замутить, то они сразу должны будут готовиться, что за это заплатить. Съем жилья, по туристической визе можешь находиться здесь 90 дней. За 90 дней тебе нужно сделать себе рабочую визу, резидент визу, получается, открыть страховку себе, но это все как бы вместе, получается, если ты хочешь открыть свой бизнес, этот бизнес ты должен свой открыть. Вот, как бы, путь точно такой же, только все расходы ты берешь на себя. Я приехал, хочу тут работать или в найме, или открыть бизнес. Какие шаги первые? Ну, я бы вам, Павел, в первую очередь посоветовала до того, как вы приедете, сделать определенную домашнюю работу. То есть нельзя просто на бум приезжать, как многие делают, потом разочаровываться, наслышаться этих историй, которые там, знаете. Если честно, многие здесь заблуждаются, то есть преувеличивают какую-то жизнь здесь, считают, что вот приехал, быстро работу получил и легко так адаптировался. Нет, на самом деле здесь хватает. Конкуренция огромная. Ту же работу, которую вы хотите здесь получить, на нее готовы браться на более низкооплачиваемые квалификации людей из других стран, где у них там и война, и еще гораздо хуже условия, чем у наших стран. Сделайте себе хороший линкедын, установите связи, поработайте над повышением языка, сделайте отличное резюме. То есть просмотрите, куда вы придете, зачем, первое время расходы просмотрите. То есть нужно полностью быть готовыми. Вот я, кстати, это проделала, и мне было гораздо легче. То есть я не тратила время на то, чтобы сидеть и там задавать вопросы, а куда бы мне пойти, какой банковский счет, как открыть, или там куда мне пойти, в какую область работы. То есть я уже предполагала, у меня были намечены встречи, и это очень полезно. То есть ты приходишь сразу, встречаешься, у тебя интервью, то есть какой-то такой более, знаете, плавный переход, когда, ну, ты должен готовиться дома изначально. Тут наравне с Сингапуром самое быстрое открытие компании. Открыть компанию вы можете легко и просто. Это вообще делается за пару недель, я вам сделаю. Если просто открыть, чтобы открыть. Но если вы хотите банковский счет иметь, уже, извините, сейчас требования уже сточились. И это не только в этой стране, это по всему миру сейчас идет очень жесткое такое прессование денег, откуда ресурсы берутся, то есть это проверка, это compliance. Поэтому здесь самое главное, нужно учитывать, что когда вы открываете компанию, нужно начинать с момента, а откроют ли мне банковский счет. Ну, представьте, у вас есть компания, а зачем вам она без банковского счета? И по сути это мертвый бизнес. И в этом плане вот этот нюанс важно учитывать. Очень все быстро делается на самом деле, буквально прям не то чтобы днями, часами. Ты делаешь одну справку, тут же у тебя все практически делается электронно. Ты приходишь в департмент, подаешь на первую заявку, на первую справку заявку, тебе тут же ее оформляют, тут же ты ее на месте оплачиваешь, в этом же месте тебе тут же приходит смс, что approve, типа подтверждено, и все, следующая заявка, следующее окно. Все, буквально все делается практически в одном месте. Здесь делается на самом деле все официально, не нужны совершенно никакие связи. Если у тебя есть связи, конечно, тебе будет проще, но если у тебя связи нет, и ты вот прям вообще нулевой только приехал сюда в страну, к тебе будут относиться как и ко всем, как бы со всеми правами, со всеми возможностями. Просто вопрос денег, естественно, что готов ли ты за это все платить, потому что это все очень дорого. Слышал, что тут еще нужен некий то ли спонсор, то ли поручитель для того, кто открывает бизнес. Сейчас это так же или что-то поменялось? Сейчас с этим стало все проще. Как бы раньше 100%, если ты хочешь открыть свой бизнес, то половина компании должна принадлежать локалу, местному жителю Эмирата, с Эмиратов, вот, и остальная часть как бы тебе, вот, и должен обязательно иметь партнера локала. Вот, сейчас как бы очень много все поменялось, как бы даже есть такие компании, когда открываешь, то вообще не нужен никакой спонсор, ты можешь сам ее на себя открыть. Но главное, там какие-то есть фишки, что на банк-аккаунте у тебя должен быть определенное количество денег, что есть фризоны сейчас, где вообще ничего не нужно, как бы во фризоне ты можешь спокойно компанию открыть без каких-либо спонсоров или без каких-то там слишком изощренных методов открытия. Вот, как бы все очень сильно упростили. Локал, как поручитель, это только в компаниях, которые создаются на Дубай Майнленд. То есть это основная, как бы, земля, мы говорим, переводится, но, по сути, это разделение на фризоны. А что входит в этот Майнленд? Майнленд это все самые основные, вообще Майнленд это земля, вся Дубай, все, что не относится к фризоне, относится к Майнленд. На самом деле очень много видов лицензий можно открыть во фризонах. То есть так же работать, так же практически многие виды деятельности. А вот Майнленд это когда у тебя какая-то деятельность, которая, ну, серьезно, там, я не знаю, real estate агентство тоже, да, у тебя, как бы, вся территория Дубая, Эмиратов должна быть, или та же юридическая фирма, или любое другое, ну, кафе, ресторан, если вы хотите на территории, именно, чтобы ваши клиенты, это весь Дубай, весь Эмират. Поэтому это Майнленд, это более серьезная категория бизнеса, где вы обязательно должны иметь офис физически. Если мы говорим о фризоне, то там можно иметь, ну, как их называют, в принципе, такой виртуальный офис. Например, если вы хотите открыть просто консалтинговую компанию, так условно, допустим, даже консалтинг, операторская там работа, там, или там, ведение YouTube-канала, вы фрилансер, то есть вы пойдете в ту фризону, которая вам обещает это открыть быстрее, чем другая фризона. Поэтому здесь больше внутренняя конкуренция. А фризоны это и есть, которые, по сути, это частный бизнес тех или иных семей, там, можно сказать, ну, в принципе, не будем вдаваться в это, но сама по себе конкурентная среда – это хорошо. Есть мнение, что местные вообще не работают на обслуживающих должностях. Это так или нет? Ну, в зависимости от того, что, значит, обслуживающие должности, например, официантов, конечно, ты не увидишь здесь. Среди локалов, официантов, естественно, нет, а уборщиц, соответственно, тоже нету, да. Как бы, естественно, такие должности им никто не даст, и они сами не будут тут работать. Вот, а скажем так, что практически все должности в правительстве и в госрочреждениях, естественно, принадлежат локалам. Армия вся только в локалах, например, в полиции. Не может быть никого там из экспатов, неважно откуда, неважно, какой у тебя статус и образование, там только будут именно локалы, ребята. Сколько примерно стоит квартира на семью из двух человек? Если это будет вамбедрум, то считается только спальная комната. Получается, у тебя будет очень большой холл, очень большая, как бы, зона, где ты смотришь телевизор, где ты можешь покушать, грубо говоря, как у нас называется зала. Все, что ближе к морю, естественно, дороже. Ну, скажем так, например, GBR квартиры больше, GLT прям реально скворечники. Реально скворечники. А на GBR довольно-таки очень большие квартиры. Если это будет квартира маленькая, примерно где-то в 20 квадратов, ну, к примеру, так, 4 будет сюда, 5 будет сюда, примерно на 20 квадратов квартира обойдется на GLT. В районе тридцатки, дирхам. 600 тысяч рублей это в год. Это, ребята, это только съем, это не берется коммунальные услуги. 50 тысяч. Сколько времени коммуналка? Коммуналка в зависимости от AC. Если кондиционер будет платный, то будет довольно-таки круглая сумма выходить, потому что AC примерно будет выходить, дирхам, 200 в месяц. Но единственное, что если у нас центральное отопление, и ты с тебя отопление отключить не можешь, то здесь AC ты можешь отключить и не платить за него, в принципе, если не хочешь. К примеру, мы так делаем. У нас квартира очень довольно-таки холодная, потому что она на темной стороне находится. И как бы нам AC вообще ни разу за 4 года не включали AC. Вот ни разу, ни летом, ни зимой. Фиксируем. 600 тысяч это стоит квартира 20 метров в хорошем районе без коммуналки. То есть это 50 тысяч в месяц. И плюс... 4 тысячи дирхам в районе 4 тысяч дирхам в год будете платить за коммуналку. По поводу недвижимости. Покупать или арендовать? Ну, зависит от ваших потребностей. Бывает, что вы просто хотите вложить деньги, чтобы сдать успешно и приносило вам деньги. Бывает, вы хотите жить для себя. То есть когда вы выбираете для себя жить, вы выбираете соседей. Если вы хотите уровень выше соседей, вам нужно подороже жилье. То есть вы можете, в принципе, купить где-нибудь. Будет считаться, что у вас есть квартира в Дубае, но, извините, ваши соседи, это все шеринг. Там снимают люди, которые там приезжают, уезжают на несколько месяцев. Захотите ли вы с этими тараканами, с этими запахами жить? То есть это ваше право. Поэтому не могу сказать снимать, арендовать, то есть или вкладываться. Зависит от ваших финансовых возможностей. Каждый может найти себе, в принципе, если поработает определенный период, получит ипотеку, может, в принципе, рассчитывать. Да, здесь легко покупают, продаются. Недвижимость сейчас вообще бум идет большой. Наши очень много покупают. На Дубай, Марина, GLT, Эрия была раньше. Сейчас еще лучше застраиваются объекты. Та же Пальм Джумейра. Это вам риэлторы лучше расскажут. Я в основном смотрю документацию, чтобы это было там, извините, не обманули. Когда в страну слетаются инвесторы с деньгами, их воборот берут те же мошенники, которые тоже слетаются, но уже за добычей, скажем так. Ваш личный, допустим, топ-3? Есть районы, которые принадлежат определенным национальностям. То есть вот Аль-Барша, там приезжают наши русскоязычные. Дубай, Марина, Аль-Барша, район, это вот облюбовали наши. Есть районы Дейра, где в основном там пакистанцы, индусы. Кстати, мне очень нравится этот район. Он такой, знаете, когда вот такая активная инфраструктура хорошая. Там дешевые цены, там можно стрижку сделать. Там, я не знаю, много-много магазинов day-to-day, там вот эти все дешевые, где покупки делаешь. Или же вот идти на Дубай, Марину, там же эти продуктовые в гораздо разы больше цены. К чему это, да? То, что вы сами выбираете, зато вы живете возле пляжа, там прогулка. Или вы живете где-нибудь на отшибе, там, ну не знаю, GVC сейчас хвалит район. Я там была, но мне не очень, не приглянулось. Самое большое количество русскоговорящих людей будет, скорее всего, в районе GLT, в районе JBR. Вот, потому что это самые такие, ну, крутые места, можно сказать. Крутые места Дубая. Наши живут в крутых местах. Да, да. По возможности они стараются, мы стараемся заселиться там. Вот это самый, как бы, дорогой район. Тут стоит рожать, не стоит, сколько это стоит. Да, в Дубае рожать классно, потому что это очень комфортно. Я видела, какие там условия, ты просто живешь, как в отеле. То есть там шикарные палаты, ты можешь украсить их по своему желанию. Зачастую вот эмиратки, они делают себе такой дизайн палаты, то есть там украшают цветами, шарами. Единственный момент, обязательно нужно иметь страховку. Иначе ты встанешь в ужасные долги. Или ты какой-то супер, мега, там, долларовый миллионер, конечно, ты можешь заплатить спокойно. А если ты обычный человек, то у тебя не будет возможности оплатить эти счета. Естественно, роды, это было три года назад, стоили 11 тысяч дирхамов. Кесарево сечение стоило 20 тысяч дирхамов на тот момент. Страховка такая, в нее уже входит определенный список госпиталей, больниц. Если ты хочешь в определенный госпиталь, ты должен узнать, действует там твоя страховка или нет. Иначе, как бы, ну, не работает. Роды в Эмиратах ничего не дают, так скажем, маме или там отцу, если они экспаты. Приехали на ПМЖ, но ребенок будет гражданин. Нет, 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 абсолютно нет. Он будет гражданин той страны, откуда его родители. То есть вот я россиянка. У тебя муж эмирадец, да? Ты россиянка, у ребенка есть паспорт Эмиратов? Нет, на данный момент у нее только российский паспорт. Он сможет его получить? Сможет. Да мы должны заняться этим вопросом. Сколько здесь вообще принято иметь детей? У моего мужа, у его бабушки, 8 детей. У бабушки или у мамы? У бабушки 8 детей. То есть у мамы и мужа, соответственно, еще 7 братьев и сестер. И у каждого еще по минимуму 3 ребенка. Представляете? То есть, да, в эмиратских семьях очень любят детей. И поэтому они рожают сколько могут. И для них это классно. Они все хотят, вот все арабские, эмиратские, кого не спросят, они все хотят минимум 5 детей. Здесь в эмиратах нет декрета как такового. То есть он есть, но он достаточно маленький. То есть тебе дают 45 дней оплачиваемых декрета. И, по-моему, еще какое-то количество дней ты можешь взять неоплачиваемые. То есть, ну это в целом получается, по-моему, 4 месяца или до 6 месяцев, я не уверена. Но, в общем, и потом женщина должна выйти на работу. Но, естественно, ей предоставляют сокращенный там на несколько часов, на один или на два часа рабочий день, чтобы она смогла там прийти домой, покормить ребенка. Сколько цена садика в месяц, сколько школы и какие градации? Ну, в садик мы не отдавали, потому что нам не очень удобно здесь в садике. Во-первых, по полдня и что-то куда-то возить еще и третьего ребенка. У нас и так двоих надо отвезти в школу, обеспечить. Поэтому мы нанимали няню. Цены 3 тысячи дирхам, скажем, условно, это няни. Школы у нас, значит, от 15 тысяч дирхам и выше. Кто-то говорит, есть дешевле, но что-то вот, когда я, лично я не встречала. Ничего, что-то там не так. Это мы сейчас говорим, а конкретно стоимость от 15 тысяч дирхам там еще по классам делится. То есть, чем старше ребенок, тем выше стоимость. Плюс еще, здесь, когда начинается вот этот расход, там от 15, 20, 30 тысяч дирхам, ты уже говорим о школах на одного, да, на одного в год. И мы еще не говорим дополнительные цены на учебники, на школьную форму, на проезд. Проезд, извините, тоже серьезная часть бюджета, потому что мы за автобус платим отдельно. И плюс еще у нас какие-то взносы всегда на какие-то внеклассные мероприятия. Здесь университеты какого класса и как они ценятся на международном уровне? Ну, если честно, я часто слышу такие вопросы от тех, кто переезжает. На самом деле, каждый для себя сам выбирает. Есть здесь очень много филиалов, именитых университетов, хороших университетов. Но по мне, если бы, вот я мама, да, тоже, если выбирать, я бы не оставила их здесь. Я бы все-таки их отправила, где там головной офис этой компании, этого учреждения учебного. Потому что то ли дело, когда ты окружен в этой атмосфере, там университет, это же не только для получения знаний. Сейчас университет это и построение нетворкинга. То ли дело, мой сын будет учиться в Америке и получать там, соответственно, такими же, скажем, интересными людьми со всего мира. То ли дело, он здесь ограничен только теми, кто здесь учится. Ну, то есть, все равно, в плане обучения, я бы, наверное, рекомендовала именно уехать туда, где вот, ну, я не знаю, США тоже, Европа. То есть, там, где... По языку, конечно, однозначно. Я с вами согласна, что язык здесь тоже, он не такой чисто английский. То есть, я смотрю на студентов, они со всего больше арабского прибрежного региона. И, ну, когда как. Я бы не сказала, что здесь все преподаватели, стопроцентно, это будут те, кто... Многие же профессора, это те, за кем мы едем на учебу, они не приезжают, не переезжают. Им комфортно у себя в своей стране. И поэтому здесь, если мы хотим качественное образование, ну, я думаю, только туда ехать, где основной вуз. Само собой, что не могу не спросить про русские школы и про русские садики. Или здесь это прямо... Ну, вы вообще, когда сюда приезжаете, надо забыть, что вот тут что-то русское. То есть, вы приезжаете, вы должны уже себя видеть, да, интегрироваться именно в нашу среду. И здесь есть русская школа. Я не знаю, я не могу ничего сказать хорошего, ничего плохого, потому что я с ней, в принципе, не взаимодействовала. Вот. Детей мы отдавали в британский. Больше сюда же, когда переезжаешь, хочется, чтобы дети развивались. У них язык был хороший, английский. Есть ли некая комьюнити, которая объединяет, допустим, русскоговорящих? Или здесь каждый сам по себе? Ну, я бы не сказал, что здесь есть какое-то большое комьюнити русское, или как сообщество, да. Как бы такого нету, централизованного сообщества. Но очень много, можно сказать, кружков по интересу. Вот. Кто-то чем-то занимается. Что здесь за кружками? Ну, например, мне интересно, к примеру, фитнес. Да, есть, например, кружок фитнеса, ребята, увлеченные фитнесом. Или вот, например, у меня супруга, она художница. Есть кружок по рисованию. Ну, вот так, какие-то маленькие кружки между собой, чеки. Таких очень много. Есть мамы объединяются в группы, есть женщины объединяются. Там я видела, там клабы разные. Есть и те или иные бизнес, как консул называется, ну, консалтинг или консульство, вот эти бизнес-советы, союзы. Это есть, но вопрос в том, что в чем качество. То есть просто общаться без последствий каких-то, именно результат. Мы, я бы хотела, по крайней мере, и мы нацелены, вот, нашей организации, чтобы это имело свою позитивную, как бы, результат в виде заключения контрактов, в виде помощи инвесторам инвестиционной, какие-то были проекты готовые, подписанные. То есть, вот это, конечно, хотелось бы. То есть, находясь здесь, за границей, у нас есть возможность помогать своей стране вот хотя бы таким образом. Это, кстати, мы делаем на своих общественных началах. Пока у нас у каждого своя профессия, мы члены правления. Но именно в этой сфере мы объединились, чтобы вот внести в такую пользу. Это наша миссия. Сколько стоят машины? То есть, разница, если с Европой, с Россией машины дороже, дешевле. Не советую никому брать булочную машину, сразу говорю, потому что вы можете нарваться на полный хлам, который будет перевертыш спокойно. Тебе будут заливать в уши, что я уезжаю. Купи мою машину за дешевку. Когда человек от тебя спихнет машину, она оказывается, что она вообще перевернутая была, оказывается. Если хочешь покупать булочную машину, бери с собой человека, который в этом разбирается. Пусть он эту краскомер берет, все это смотрит, чтобы она была не битая, не раздолбанная. Потому что она будет битая и раздолбанная. Особенно, если это малолитражка, дороги здесь быстрые. Как бы малолитражки, движки убиваются очень быстро. Как бы я бы не советовал покупать машину булочную, потому что попадешь на нее. Ценовый диапазон? Как бы ценовой диапазон вообще очень разный. Там можно купить машину, я не знаю, за 1000 дирхам. Но никто не гарантирует, что она у тебя прокатается больше месяца. Вот. И можно купить, собственно... Здесь как вообще считается? Когда машина выехала из салона, сразу минус 20% от ее цены. И каждый последующий год получается минус еще 20%. Ну и вот, собственно, так и получается, что как бы через 5 лет машину можно купить только там примерно за 20% от ее первоначальной стоимости. Хотя с учетом дорог, которые здесь есть, машина будет в идеальном состоянии. Про бензин. Есть выражение, что он здесь дешевле, чем вода. Но на самом деле он здесь не совсем дешевле, чем вода. Цены на бензин как бы обновляются. Каждый месяц здесь, 1 числа каждого месяца новая цена на бензин. Выше, ниже? По-разному. В зависимости от цены на нефть. Так можно сказать. Здесь ты не выходишь из машины. Здесь можно просто окно открыть и заправиться. Можно. Так же точно и съедать? Конечно. Ты как чаще делаешь? Ты выходишь из машины или нет? Я? Ну, я чаще не выхожу. Если я тороплюсь, то я выхожу, я сам делаю. Я открываю бензобак, открываю, могу пистолет поставить. Но, естественно, пистолет ты сам не поставишь. Они должны тапнуть свою карточку, чтобы активировать систему. Как бы смысла выходить нет. Ты процесс не ускоришь. Потому что все делают ребята на заправках. И точно так же оплатить ты сам не сможешь. Потому что они тоже должны через систему все это пробить. В Абу-Даби немножко по-другому. В Абу-Даби есть заправки, где ты сам все делаешь. Обязан сам все делать. Там нет. Там есть разделение на VIP-заправки. И есть разделение на самообслуживание. На VIP-заправках ты должен заплатить за то, что тебя заправляют. Не знаю, сколько. А на самообслуживание ты сам все делаешь. У меня в месяц уходит в районе 250 дирхам где-то. Я раз 5 заправляюсь на 50 дирхам в месяц. И то сейчас меньше. Потому что сейчас, получается, мне вообще не приходится ездить. И сейчас, кстати, в Дубае можно спокойно перемещаться на электроскутерах, на которых вообще бензин не нужен. Расскажи про дороги. Нарушают ли правила? Как вообще с этим? Ну, на скоростных трассах бывает, что попадается один патруль. Очень редко когда они стоят. И то они никогда не прячутся. Такого, как у нас, за кустами прятаться с палочкой, такого нет. Машина стоит на дороге их. Ребята стоят рядом с машиной. Может быть, вообще не стоят. Камера рядом просто стоит и все. И у них даже иногда проблесковые маячки горят. Просто, чтобы предупредить, что стоит полиция и стоит вместе с камерой. Вот такого, чтобы спрятаться, поймать, оштрафовать, взять взятку. Тут такого нет. Взяток здесь вообще нет. И здесь тебя никто не останавливает по дороге. И что-то там с тебя требует. Что касается легализации прав. Здесь как бы легализировать права практически для всех одинаково. Ты должен отучиться. То есть ты не можешь просто прийти и поменять свои российские права или украинские? Россия, Украина, очень много стран, кто не может поменять права. Европа, как Америка, естественно, там, например, Англия. Они могут это все сделать. Даже, по-моему, Саус-Африка, они тоже могут это поменять. А нам переучиваться? А нам надо переучиваться, да. Сколько стоит, сколько по времени и насколько сложно? В зависимости от стажа. Если у тебя стаж, там, определенный стаж, ты набираешь, то тебе надо брать 20 уроков. 20 уроков ты отучился, сдал экзамены, права твои. Сейчас приблизительно можно отучиться тысяч за 7 дирхам. Тут очень модно есть на улице, допустим, этот стритфуд, он стоит порядка 10 дирхам. Это 200 рублей, друзья. Поэтому сейчас я как местный поем прямо тут, на этой площади. А нам пора к нашим героям на поем. Поехали. Так как ты мама, ты, наверное, мне можешь максимально объективно рассказать, как здесь с едой, с экологичностью именно в плане детей. Ох, это такой очень сложный вопрос, потому что я вообще из России, как я уже говорила. И я считаю, что российские продукты, они достаточно достойные в плане натуральности, органики, как это сейчас модно говорить. Здесь немножко с этим сложновато, так как для того, чтобы купить какие-то органические продукты, тебе придется выложить гораздо большую сумму, чем, допустим, ты будешь покупать курицу в обычном супермаркете, да. Ты в 5-6 раз дороже будешь покупать ее в органическом. То же самое с овощами и фруктами. Но мы, если честно, мы не заморачиваемся, мы идем в обычный супермаркет Carrefour, либо Luloo или Union Cooperative и покупаем продукты там, совершенно обычные фрукты, овощи, крупы. Крупы мы закупаем обычно гречку нашу, русскую, макфу. Тут есть, да? Да, в Carrefour можно купить. Отношение к экспатам, к тем, кто приехал. Нет такого, что ты там приехал оттуда, ты приехал оттуда, ты хороший, ты плохой. Нет, ко всем относятся одинаково. К тебе относятся по твоим поступкам. Если, собственно, ты представляешь ценность для населения, то к тебе и будут так же относиться с уважением, как бы и со всей любовью, если можно так сказать. Вот, если ты, конечно, здесь пьянствуешь, дебоширишь, то с тобой так же будут относиться, тебя просто отсюда попросят в этот же день, да. Просто были такие случаи с моими коллегами, когда их просто в три дня закрывали просто за то, что они громко ругались на улице. Некоторые считают, что здесь просто идеальный мир. Здесь надо быть очень серьезными с соблюдением закона, с соблюдением вообще элементарно, да, не укради. Люди думают, что ничего не видно, но здесь везде камеры. Сейчас даже за нами наблюдают отдельные камеры. То есть страна полностью цифрализована, даже если вы где-то на дороге застряли, где-то вас посчитывают номера. То есть это очень продвинутое в плане цифровизации. И это и есть классно, это и есть безопасность, то есть что за нами наблюдают, и мы можем себя чувствовать в безопасности. Но сейчас, если честно, бывает всякое. Ну, в моей практике бывает. Бывает, что и в гостинице воруют, бывает, что и в такси потеряли деньги, они потом не нашли, то есть камера была размыта. То есть реально, если вы сталкиваетесь с преступлением, некоторые суммы даже не открывают кейсы. То есть трудно просто прийти в полицию, они статистику, во-первых, не портят, как в любой стране мира стараются. И если вы, допустим, потеряли там небольшую сумму, то, как правило, вам говорят, ну, там, сами виноваты, там, еще что-то. Ну, то есть очень нелегко открыть, и вам даже юристы, даже, извините, консультация стоит иногда выше, чем сумма ваших потерь. Про политику вообще, насколько тут общество претизировано? Или здесь это прямо под таким, под тотальным запретом? На самом деле здесь обсуждают только внешнюю политику. Что происходит между Россией и еще кем-то, что происходит там, что происходит там, но для чего обсуждают? Не для того, чтобы с этим бороться, а просто чтобы потрещать. Вот так могу сказать, что вот и вся здесь политизированность населения заключается в том, чтобы просто кости кому-то обмыть, и все. Такого нету, чтобы кто-то здесь занимался политикой, влиял как-то на внешнюю политику. Нет, вот такого вообще нету. Правительство Дубаев устраивает все так, чтобы люди были счастливы, чтобы они чувствовали, что они могут заработать, они могут потратить, и у них еще и останется. Вот, и поэтому здесь на кого-то нападать с политическими дебатами, такого здесь нету, и даже представить себе не могу, чтобы это, ну, чтобы в голове у кого-то сложилось такое чувство, блин, не создать ли нам митинг, потому что нам вот это не нравится. Здесь такого нету, просто нету. Здесь все законы для человека, как бы все здесь для людей, не важно, кто ты, локал ты или ты, экспат, не важно, здесь все одинаково для всех. И как бы все себя чувствуют такие на расслабоне, по кайфу. Как тут с правами женщины? Я не чувствую себя какой-то ущемленной в правах, то есть в нашей семье все абсолютно спокойно, я могу делать то, что я хочу, и ходить в аут, как это здесь называется. Ходить в аут. Тусить со своими подружками, друзьями. Ходить в аут, это да? Да, это дубайская тема, называется ходить в аут, это типа там бар, ресторан, клуб, там, куда угодно, это называется ходить в аут, да. Что вот их, какой вид спорта? Как бы здесь есть все, все, что вот нужно человеку, все, что интересно человеку в виде спорта, здесь есть все. Но вот если конкретно говорить о национальном спорте, национальных видах спорта, вот именно локалов, то это, конечно же, конный спорт и соколейная охота. Вот это их. У меня есть вот конюшни, где мы ходим, ферма, и там есть даже люди, которые содержат свою лошадь, то есть определенные платят арендные платежи, чтобы их лошадь имела там стоило, за ней ухаживают. И к чему? То, что я даже встречала одного, у него там несколько лошадей, он может быть и некогда им уходить всех там, но они у него вот накормлены, это как вот питомец его, только он там стоило в специальном месте, и да, любят люди. Блиц, готовы? Шейх Эмиратов. Это эмир Дубая, ну то есть правитель Дубая. Рашид Аль Мактум. Ну, Мухаммед Бензаид. Точно, да? Наверное. По крайней мере, это самое известное имя. Самое часто встречающееся мужское имя в Эмиратах? Мухаммед. У меня их больше 20 в телефоне. Женское? Ну, скажем, Лейла, наверное. Мухаммед. Это мужское. А женское, я считаю, на мой взгляд, это либо Хадиджа, либо Фатима. Мухаммед. Это мужское? Мужское, да. Женское. Ой, даже не знаю. Фатима. Как считаете, зачем люди переезжают в другую страну на ПМЖ? За лучшей жизнью. Рыба ищет, где глубже, человек, где лучше. На заработки. Как считаешь, зачем люди переезжают на ПМЖ? За лучшей жизнью. За возможностью заработать. Потому что у нас какой-то такой менталитет. Мы считаем, ну, вот русские люди, считают, что везде лучше, где нас нет. Что в Америке, там, в Европе или вот в Дубае. Именно за этим мы и снимаем блог, чтобы показать реальные истории людей. И, возможно, кто из вас, может, уже сидит на чемодане, но не факт, что где-то лучше. Назови любое ругательство на арабском. Или тут не ругаются? Тут ругаются, но шармута. Типа проститутка. Я знаю одно, но если я его скажу... Давай прям в пятичку. Шармута. Я не знаю такие ругательства на арабском. Я знаю на английском. То, что до сих пор не принял для себя в городе или стране после переезда? Нет. Нет. Полное принятие? Да, совершенно. Да, есть. Это медлительность, это скорость, это такая вот приоритетность, ментальность, вот больше, я бы сказала. Что бы ты ни стала делать при переезде сюда, обладая сегодняшним опытом? Я бы не стала завышать свои ожидания. Я бы не стала носить короткую одежду. Потому что, когда я переехала в Дубай, я одевалась очень... Ну, мне казалось, что это нормально. Ну, мы же русские девчонки, мы ходим в шортах, в платьях. И вот я бы не стала этого делать. Я бы немножко подумала о культуре. А характеризуйте Дубай тремя эпитетами. Безопасность, международная атмосфера и развитие. Безопасность, уверенность в завтрашнем дне. Стабильность. Дубай, возможности, деньги и бал просто. Бал. Это может быть вашим финальным пунктом назначения, где вы готовы встретить старость? Нет. Мне нравится очень в Таиланде. Я бы хотела в старости жить в Таиланде. Готов ли ты тут встретить старость? Готов встретить старость, но... Опять же таки, но... Так как здесь нельзя получить вид на жительство, как бы ты все равно здесь гость. Чему новому научила жизнь здесь? Я вообще не думала, что я вот так буду интервью давать. Это совсем не мое было. Мы юристы, мы в своей работе бумажной застряли. Вот. И сейчас я уделяю больше внимания не только содержанию, контенту своей работы, но также тому, чтобы показать свою работу, чтобы общаться с населением. Я завела здесь инстаграм, я занимаюсь сейчас арабским языком, то есть отдельно у меня английский. И сейчас я понимаю, что в этой среде она меня мотивирует. То есть я вижу очень много интересной работы и становлюсь сильнее. С каждым моим делом выигранным, с каждым... То есть, ну, представьте, я на территории чужой страны. И с ними же, с носителем языка, стою в полиции иногда, ругаюсь и сама себе иногда поражаюсь. Меня еще любит муж подчеркивать, говорит, вроде такая хрупкая, стройная. У тебя там такие кейсы страшные, серьезные. У меня, допустим, сейчас клиенты в тюрьме. У меня есть люди, которые говорят, мне сокаперница дала ваш номер. И я такая думаю, ну, это реально для меня это... Сарафан. Сарафанное радио, да. И вот в этом плане, наверное, есть продвижение, что я смотрю, что я расту, развиваюсь, и параллельно все это происходит, и детей мотивирую. То есть мне вот, в принципе, все нравится здесь, в этом плане. И то, что самое главное для меня, это ты становишься сильнее в этой стране, оно тебя закаляет. Я думаю, что есть немало девушек таких, мечтательниц, которые думают, сейчас я приеду, познакомлюсь с шейхом и выйду замуж. Разочарую их или обнадежь? Я хочу сказать, девчонки, вы должны думать о том, не то чтобы вы должны выйти замуж, и за шейхой у вас будет все в шоколаде, но это как-то глупо. Я считаю, что нужно думать о самореализации. Семья – это классно, но выходить замуж по расчету – это не круто, я считаю. Это как-то слишком просто, и счастья в этом никакого не будет, потому что ты не будешь любить человека такого, какой он есть. Ты будешь любить его за то, что у него есть деньги, за то, что он тебя покупает, за то, что он тебя водит в рестораны. Но есть такой момент. В Дубае, конечно, нужно очень хорошо зарабатывать, чтобы содержать семью, чтобы растить детей, дать им хорошее образование. В завершение, ваши основные советы тем, кто планирует или уже собрался переезжать в Эмираты? Самое главное для всех тех, кто хочет переехать, пожалуйста, друзья, это не сомневайтесь в себе, прокачивайте свои навыки и верьте в себя. Очень часто наши граждане, именно русскоязычное население почему-то полагают, что они недостойны, не могут, или их что-то тормозит, какие-то барьеры. На самом деле надо вперед работать, прокачиваться, и у вас все получится. Самый главный будет совет, чтобы переехать сюда, начните учить английский. И ваша жизнь, ваше становление здесь, в Дубае, будет гораздо проще, потому что с языком многие двери будут открыты. Вот, в принципе, такой совет. Если один. Спасибо тебе большое. Все, пока. Спасибо, что были с нами. Лайки, комментарии, подписки. Все вниз. Ваши мнения, советы. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Продолжение следует...